Продолжение следует... Или по ссылке в закрепленном сообщении, чтобы понимать суть происходящего. Наливайте свой любимый напиток, выключайте свет и приятного просмотра. Я сидел почти не дыша и наблюдал за происходящим. Дверь в любой момент могла вылететь с петель. Существо било по ней с такой силой, что она ходила ходуном. А дальше я опять услышал рычание и звуки когтей по дереву. Монстр стал царапать дверь, пытаясь разорвать ее на части. Я понимал, что если я и дальше буду бездействовать, то скорее всего я обречен на гибель. Поэтому резко встав, я начал бегло осматривать сторожку, в надежде найти что-нибудь тяжелое, что поможет мне хоть как-то противостоять монстру. На мое счастье, на стене у кровати висело старое охотничье ружье. Подбежав к стене и сорвав его, я начал его проверять. Беда заключалась в том, что ружье было не заряжено, а патронов попросту не было. Тем временем, дверь немного проломилась и образовалась небольшая щель, в которой я увидел злобный светящийся глаз. Как обезумевший, я начал перерывать весь дом, в надежде найти патроны для ружья. Фортуна была явно на моей стороне, потому что через 30 секунд поисков мне все же удалось найти пачку патронов, которая лежала под кроватью. Дрожащими руками я стал заряжать ружье, а входная дверь вылетела со своего привычного места и с большим грохотом рухнула на пол сторожки. В проходе во весь рост стояло то чудовище, которое я видел в окно, но теперь я мог рассмотреть его во всей красе. Существо было ростом около двух метров, тощего телосложения и с бледной кожей. Его голова была полностью лишена волосяного покрова, а глаза горели ярко-белым светом. Зубы были острыми и весьма большими, но самое главное особенное существо – это его руки. которые из-за огромных когтей были похожи на грабли. Монстр стоял и тяжело дышал, словно смотря на меня. Я не прицеливаясь, сразу же выстрелил, как мне показалось в существо, и попал, так как раздался такой вой, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Когда я открыл глаза, на пороге уже никого не было, а на полу образовалась красная лужа. Я трясся от страха и, прижав к себе ружье, не отрываясь, смотрел на место, где когда-то была дверь. Быстро глянув на наручные часы, я посмотрел время. Был час ночи, до утра оставалось пару часов. В этих местах летом уже в 4 утра выходит солнце. Выбираться из жилища ночью я не осмелился, так как была такая темнота, что я мог запросто заблудиться в лесу, а тем более я не знал, что произошло с тем существом. В общем, так я и просидел, не двигаясь, около часа. Как вдруг услышал шаркающие шаги, приближающиеся к сторожке. Уже через 5 минут, с того момента, как только я услышал шаги, голова существа смотрела на меня в окно дома. Оно то ли скалилось, то ли улыбалось, но заходить в дом уже побаивалось, поэтому сторожило меня снаружи. Так мы и просидели, смотря друг на друга, до самого утра. Его взгляд явно был осмысленным. Оно выжидало, что же я буду делать дальше. Как только начало светать, я начал готовиться к тому, чтобы выйти из жилища и отправиться в сторону машины. Вот только одна загвоздка. Во дворе меня поджидало опасное существо, которое в любой момент было готово напасть на меня. Делать было нечего, поэтому я встал и неуверенно вышел наружу, держа в руках свое ружье. На мое удивление, существо куда-то пропало, поэтому без раздумий я побежал в сторону машины. Я понимал, что дорога займет около получаса, если я буду бежать не останавливаясь, но этот монстр явно не оставит меня в покое. И я не ошибся. Позади себя я услышал звуки приближения существа и наотмашь пальнул в сторону доносившихся звуков. Продолжая бежать, существо не отставало, а я только и успевал перезаряжать ружье. К счастью, мне удалось добежать до машины, но монстр накинулся на тачку и стал ее царапать своими большими когтями. Заведя машину, я дал показам, а существо преследовало меня до самой трассы. Приехав домой, я осмотрел машину. Она вся была мятая и поцарапанная. В дальнейшем все мои знакомые говорили, что, судя по следам и когтям, я встретился с медведем и никто не верил в мою историю. Но теперь, когда я вижу фотографию Рейка в интернете, меня невольно бросает в дрожь. Ведь я знаю, что где-то в лесах обитает это существо, которое будет охотиться на людей, пока его не поймают. Что же, это конец истории о Рейке. Если тебе понравилось, то обязательно ставь лайк и пиши комментарии для продвижения ролика. Также не стесняйся и предлагай монстров для следующих историй. Возможно, именно твой монстр станет героем следующего жуткого рассказа. До новых встреч! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Подпишись на Огонька! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова